Самое главное изменение, как мы говорили, это увеличение финпит-рынки к коммунальному предприятию, туристический информационный центр. Дело в том, что минимальная заработная плата определяет повышение заработной платы до уровня минимальной. В связи с этим и согласно коллективному договору, средства добавляются на выплату заработной платы. Больше никаких других финансов коммунальному предприятию не предоставляется. Также есть технические изменения, связанные с формулировкой сферы кино. Но мы, вы знаете, включили блог, вы знаете, уже объявлен конкурс, и мы будем скоро подводить итоги этого конкурса. Очень много интересных было прислано на работ. Большое количество экспертов хотят сотрудничать с Одессой. Сегодня, например, получили официальное письмо от посольства Турции, которое спрашивает, будем ли мы им оказывать содействие, если будут производиться съемки турецких сериалов на территории Одессы. То есть, как бы, весть распространилась достаточно быстро. Именно поэтому мы внесли в формулировки в самой программе некоторые технические правки. Больше никаких изменений по программе туризма не было. Если мы говорим сегодня о итогах туристического сезона, это в корне неверно. Дело в том, что Одесса – это туристический город, который развивается и который привлекает туристов круглый год. Мы над этим очень активно, системно работали на протяжении многих лет, для того, чтобы все приняли и осознали, что Одесса – это город, в который можно и нужно приезжать каждый год. Потому что наша кухня, потому что наши оздоровительные возможности, потому что наши театры, наши музеи – это все те аспекты, ради которых нужно и можно образовательный туризм и так далее. Что же касается высокого сезона, как в любом туристическом городе он есть, конечно, он у нас связан в первую очередь с курортной составляющей, потому что это все-таки море, побережье, жаркое лето, большое количество солнечных дней в году. Почти что там 290 дней солнечных в году. Этим Одесса тоже привлекает. Но отдать должное, она в меньшей степени привлекает иностранных туристов своим морем. Она привлекает своим колоритом, своими другими возможностями, как раз не морем. Море привлекает и приезжают именно на море, к нам отдыхать семьи, к нам приезжают люди из ближнего зарубежья или жители Украины. Говорить о каких-либо цифрах рано, потому что статистика – это наука, она требует к себе уважительного отношения. Сегодня мы говорим и можем судить о численности туристов, о их потоке, по заполняемости отелей в первую очередь. К сожалению, в отелях у нас размещается только порядка 40% туристов, пребывающих в Одессу. Почти что, даже чуть менее 40%. Более 60% – это люди, которые размещаются на частных квартирах, у своих друзей. Это туристы, они оставляют свои деньги, они приезжают в Одессу, но проследить и просчитать их очень трудно. По очень большому количеству суммарных компонентов, а именно роуминг, контакты, которые мы получаем от крупных туроператоров, мы по итогу года можем выйти на какую-то определенную цифру с большей или меньшей долей вероятности. Все равно есть риски погрешности. То, что Одесса – это крайне интересная дестинация, то, что у нас увеличивается и улучшается процентное соотношение, практически мы вышли пополам международных иностранных туристов и украинцев. Ну, я думаю, этого достаточно пройтись. Я только пока шла сегодня на исполком, я услышала польскую речь, литовскую, немецкую речь и английскую. Четыре языка на протяжении пяти минут перехода от своего рабочего места на Думскую площадь. Я думаю, это говорит о многом. Это прямые авиалинии, это реконструкция аэропорта, это прямые рейсы, которые заходят сюда. Мы делаем очень много движений для того, чтобы именно международный туризм развивался в нашем городе. Очень много, не все, к сожалению, наши даже собственники отелей добросовестны. Сегодня поснимите трубку, позвоните, забронировать номер в любом отеле, вам скажут, извините, мест нет. А когда мы просим, или они присылают официальную информацию, которую иногда присылают, а иногда не присылают, судя по тому, как они оплачивают туристический сбор, у нас такое ощущение, что у нас 15% заполняемости отеля. Поэтому это достаточно сложный аспект, это долгая работа, совместная работа с нашей координационным советом, с рабочей группой, объяснение и так далее, и так далее. Какие-то, еще раз говорю, это наука. Делается выборка, на основании которой делаются расчеты, по чему мы можем экстраполировать их дальше на общую ситуацию в городе. Вы сказали, что на данный момент туристов, ну, как вы считаете, несколько меньше. Я правильно понимаю? В первой половине года. Я правильно понял, что ситуация не будет. Да, да, безусловно, потому что высокий сезон в пике, действительно, туристов очень много в городе, вы это все сами видите и ощущаете, но в первой половине года мы имели небольшой дисбаланс, но именно с точки зрения украинского туриста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, не потеряла ли Одесса политически привлекательность в связи с пожаром в Токио-Стар и вообще какие ошибки принимаются по пожарной безопасности в отеле? Ну, хочу сказать, что это, конечно, трагедия ужасная, и, безусловно, это репутационное пятно на городе, хотя это совершенно не собственность города, и это собственность и порядочность собственников этого отеля. Я думаю, что это очень страшный урок, из которого все вынесут свои мысли и дальнейшие действия. Понятно, что есть уже распоряжение тех людей, которые уполномочены проводить проверки, они будут заниматься этим, мы не являемся пожарниками, но, безусловно, мы будем помогать, оказывается, действие. Мы вошли в основную рабочую группу для того, чтобы уже параллельно иметь возможность доступ к объектам, размещения и каких-то своих комментариев по поводу не столько пожарной безопасности, сколько в целом. У нас на сегодняшний день 330 зарегистрированных объектов краткосрочного размещения. Вы сказали 100% заполнение. Ну, смотрите, опять же таки, речь идет о пике сезона. Сегодня это практически 100% заполнение. Все заполнено? Ну, практически все.